видео урок рисуем обезьяну простым карандашом для начала отметим голову уши разметим положение тела и ног сделаем легкий набросок наметим хвостик и банан с правой стороны который будет держать наши обезьяна поточнее обрисуем голову щечки ушки также добавим ручки которые держат банан и после этого можно начать делать более детальную прорисовку обращаемся к мордочке делим ее пополам находим ее центр намечаем линию для глаз примерно размечаем глазки улыбку и начинаем более детальное обрисовывать начнем с глаз сделаем их форму более круглую снизу добавим линию щеки чтобы подчеркнуть что обезьяна улыбается добавим радужку зрачок и немножко радужку заштрихуем чтобы добавить ей небольшой тон сверху добавим складочку верхнего века и переходим к соседнему глазу обрисовываем его точно также обязательно проверьте чтобы у вас глаза были одинаковой величины точно также добавляем линию щеки радужку зрачок тоже радужку немножко подштрихуем сверху и складочку верхнего века также отмечаем глазки готовы теперь добавим носик отметим крылья носа ноздри небольшой намек на спинку носа который переходит в объем брови одну бровь сделаем выше другую ниже для харизматичности нашей обезьяны отметим улыбку тоже один уголок рта поднимем выше другой ниже и добавим ямочки на щечках теперь отметим границу шерсти то есть в центре у нас будет кожа без шерсти а по бокам будет шерсть мы ее отмечаем одну бровь также делаем выше другой ниже отрисовываем щечки сверху добавляем объем шерсти обратите внимание что линию мы делаем неровной добавляя текстуру шерсти так будет смотреться интереснее обрисовываем подбородок на нем шерсти нет а на щечках шерсть есть добавляем объем далее обрисуем ушки отрисуем ухо внутренний объем и внутри уха немножко заштрихуем чтобы показать там тень обратите внимание чтобы уши были на одной линии не было такого чтобы одно ухо выше другой ниже проверьте это и добавляйте второе ухо теперь начнем обрисовывать дальше разметим верхнюю часть банана начнем обрисовывать пальчики центральный пальчик чуть выше боковые чуть меньше они огибают банан так обрисовываем каждый пальчик на банан добавим снизу тень чтобы подчеркнуть его объем отрисовываем вторую руку также неровной линии добавляем текстуру шерсти и снизу виднеющуюся часть кисти но ее не видно так как она держит банан и полностью банан отрисовываем добавляем банану грань по бокам его затемняем небольшим штрихом и переходим к телу точно так же неровной линией отмечаем текстуру шерсти и тело и ноги все прорабатываем точной линией ставим на животик тень небольшим штрихом небольшие штрихи добавляем шерсть чтобы подчеркнуть ее текстуру и отрисовываем пальчики ног снизу можно добавить небольшие тени между пальчиков и добавляем хвостик точно так же неровной линией подчеркивая текстуру шерсти далее все лишние линии построения убираем ластиком либо клячкой и карандашиком линии уточняем если нужно и можно сказать рисунок готов то есть вы можете его оставить таком черно-белом варианте просто уточнив какие линии какие-то линии усилить тени и рисунок готов но я решила немножко цветными карандашами добавить цвета совсем чуть-чуть в скетче это разрешается поэтому я в шерсть местами добавляю коричневый штрих именно местами чтобы все-таки рисунок был не до конца проработан чтобы все-таки оставался скетчем голубым карандашиком добавляю цвет радужки бежевым карандашиком добавляю тон кожи тоже только местами добавляю штрих добавляем розовый штрих на носик на щечки и желтым карандашом немножко затонируем банан и на этом все рисунок готов большое спасибо за внимание с вами была дерри арт помните рисовать может каждый пока пока